Убрать заколки или не убрать? Это последний вопрос, который меня сейчас интересует. Привет, красотка! И мы до сих пор сидим на карантине, я уверена, вы тоже. Поэтому на моем канале продолжается череда роликов о том, что мы можем делать на карантине, но сегодняшнее видео целиком и полностью посвящено теме beauty, потому что сегодня мы с вами разберем аж 4 beauty процедуры, и они такие прямо, знаете, основательные, которые мы можем делать сами себе. В дне карантина, например, мы ходим на такие процедуры к мастерам, да, в салоны, но сегодня мы будем это делать с вами дома, потому что других вариантов у нас нет. Кто-то на карантине остался с отросшим маникюром, педикюром, нарочными ресницами, которые уже отваливаются, неоформленными бровями и так далее, но ухаживать за собой надо, делать что-то со всем вот этим отросшим и выпадающим тоже надо, поэтому сегодня вместе с вами мы этим займемся. Первая процедура это самая такая, наверное, нужная и самая часто запрашиваемая с вашей стороны, это оформление бровей и покраска бровей в домашних условиях. На самом деле все это не очень сложно. Раньше я ходила к брови сто раз в две недели, у меня эта процедура называлась спа-комплекс для бровей, это была покраска бровей краской, покраска краской, ну да, и оформление бровей, то есть мне корректировали, минимально корректировали форму, потому что мне почти нечего выщипывать, я оставляю брови такими, какие они есть и наоборот жду появления новых волосков, которые я благополучно сожгла год назад, если вы помните. И сегодня мы с вами в домашних условиях повторим эту процедуру, и для нее нам понадобится скраб для лица, это необязательный, но желательный пункт. Собственно, сама краска для бровей, краска от Estelle, я знаю, хорошая, у меня краска CP1, меня она устраивает, вот такого маленького пакетика хватает примерно на пять покрасок, ватные диски, ватные палочки, скошенная кисть и пинцет. Первым делом мы очищаем наши брови, это просто означает нужно стереть макияж, если он у вас есть. Следующим шагом мы скрабируем эту зону, для чего это нужно? Чтобы краска нанеслась более равномерно, потому что если на коже есть отшелушивающиеся частички, то где-то может краска лечь неровно, поэтому если у вас есть скраб для лица, абсолютно любой, используйте для бровей просто массирующими движениями, если скраба вдруг нет, то в принципе можно сделать его самим с помощью меда и сахара, например. Далее смешиваем краску с оксидом по вашей инструкции, вашей краски. И мой лайфхак, наносите краску ватной палочкой для начала, то есть не сразу же начинать вырисовывать себе бровь скошенной кистью и пытаться вот эти вот мелкие манипуляции делать, а нанесите основу, да, основную часть краски именно ватной палочкой. Получится сначала страшно непонятно, все выйдет за края, но для чего нам нужны ватные палочки и пока что краска не въелась, да, и не начала работать, быстренько по форме проходимся сверху и снизу и убираем лишнюю краску. И уже затем для более точечного результата, для прокрашивания более каких-то мелких зон, мы уже используем скошенную кисть. Выжидаем нужное время, оно тоже должно написано быть на инструкции вашей краски и смываем краску либо водой, либо мицеллярной водой. И смотрите, в чем преимущество делать сначала покраску, а затем уже оформление бровей, то есть выщипывать волоски не нужно и так далее. Сейчас, когда окрасилась вся часть, которая вам нужна, да, то есть окрасилась вся бровь, вы понимаете, что точно вам нужно сохранить, да, какие волоски, а какие нет. Потому что если вы перед покраской будете выщипывать волоски, это чревато тем, что вы выщипаете слишком много. Потому что так, как бы, сначала непонятно, вроде мне нужен этот волосок, вроде мне нужен, а когда все окрашивается, вы точно уберете уже лишние волоски. Я на самом деле минимально убираю волоски, прям те, которые действительно мне абсолютно не нужны, выше, ниже брови и межбровное пространство тоже. Я вас поздравляю, мы финишируем. Последний шаг это оформление, точнее фиксация бровей гелем для бровей. И мой самый любимый гель для бровей, цветной, он от Artvisage, безумно бюджетный, я не знаю, он 100 с чем-то или, может быть, максимум 200 рублей стоит, но так как фиксируют он, не фиксируют никакой гель. Ну вот я серьезно. И знаете, здесь можно даже не бояться, что это достаточно бюджетная косметика, если, например, тональный, да, он прямо контактирует с кожей, там мы уже думаем о составе, могут вызывать какие-то сомнения, слишком дешевый, например, продукт. Но гель для бровей ты наносишь на брови, волоски, которые уже отросли. В принципе, никакого воздействия плохого точно не будет. И зачем покупать гель для бровей за полторы тысячи рублей или, там, за 500 рублей, когда есть замечательный вариант, который очень круто работает, не более чем за 200 рублей. О, можно попить чай? Тем более, что мы действительно закончили, я вас поздравляю. Кому-то такой краски хватает аж на две недели, мне хватает буквально на пять дней, но все равно это намного лучше. Несколько дней ты хотя бы ходишь с бровями по дому, да, бровки у тебя красивые, оформленные, потом через неделю, через полторы, как краска сойдет, но не раньше, чем раз в три дня, пожалуйста, можно эту процедуру повторить. И мы переходим ко второй процедуре, и она непосредственно связана с нашей кожей. Я вообще очень надеюсь, что в карантине, не в карантине, вы всегда ухаживаете за своей кожей, выполняете ежедневный уход, очищение, но все равно я очень часто от девушек слышу, что не хватает времени на себя, чтобы делать какие-то более глубокие уходовые процедуры, и нужно еще в этом разбираться, чем отличается гамаж от скраба, а как часто наносить маску, а какую маску лучше и так далее. В общем, карантин, мне кажется, можно этим заняться, и раз в неделю точно уделять себе, ну, буквально минут 10, на то, чтобы помочь клеткам кожи лица очиститься и обновиться. И вообще, очень интересная поза, и я как будто это йогу практикую, пока видео снимаю. В общем, самые простые действия, чтобы сохранять свежий вид кожи, раз в неделю делать гамаж или легкий скраб и маску. Мне кажется, это ничего сложного, и это должно быть очень приятно, наносить такие такие штучки, чувствовать, что я делаю хорошо себе, я делаю хорошо своей коже. Нанесение скраба или гамажа, гамаж, такое слово? Гамажа или гамажа, вообще очень страшно звучит. В общем, нанести гамаж или скраб, это буквально 2-3 минуты, массирующими движениями распределить по лицу и смыть водой, после чего нанести тоник и маску. Я использую в качестве маски, это такой у меня салонный уход на дому, потому что Уфо, вторая Уфо, это новинка, кстати, от Форова, она действительно позиционирует себя как салонный уход на дому, более того, буквально за полторы минуты. То есть, тебе не нужно даже сидеть с этим листом маски 15-20 минут, это просто полторы минуты, за которые ты насыщаешь свою кожу питательными веществами, и классно, что телефон тебе подсказывает, что ты должен делать в определенный момент времени. То есть, девайс напрягается с телефоном, девушка показывает, что нужно делать, что происходит сейчас с твоей кожей, там, знаете, маска нагревается в определенный момент, потом она охлаждает тебя. Ну, в общем, такая-то суперприятная процедура. Третья процедура одна из самых болезненных, вот именно для меня, потому что именно на этом карантине я поняла все-таки, почему я ходила раз-две в три или раз в месяц, раз-две-три недели или раз в месяц на маникюр, потому что делать все это себе дома, ну, наверное, это дело опыта, дело практики, но я даже не хочу практиковаться. Ну, конечно, на время карантина я вспомнила, как я раньше, например, там, когда еще училась в школе, я сама себе делала маникюр, сама себе делала педикюр, оформление ногтей, за всем этим ухаживала, за всем этим следила, но после карантина или вообще как только откроются маникюрные и педикюрные салоны, я сразу же пойду. Особенно я не понимаю, как можно делать левой рукой правую руку, это всегда вообще какое-то уродство. Вот так вот сравнить, левая рука такая ухоженная, красивая, идеальная форма, и здесь просто как получилось. Ну, в общем-то, я понимаю, что это просто дело практики, если ты это будешь делать раз-две недели, или раз в неделю буквально это подпиливать и подравнивать, то, скорее всего, рука набьется, и будет это не так сложно. Но будем учиться, девочки, вместе. Итак, для домашнего маникюра, а я напомню вам, маникюр это просто-напросто уход за ногтями, то есть это не обязательно нанесение лака, это именно работа с кутикулой, работа с самим ногтем. Нам понадобится пилка для ногтей, апельсиновая палочка, масло для кутикулы, жирный крем, бумажное полотенце и ванночка с теплой водой. Под ванночкой я имею в виду просто тарелка с теплой водой. В самом начале на сухой ноготь, да, самое главное, на сухой, а не на влажной, не размоченной, не после душа, принятия ванны, мы спиливаем длину, то есть убираем столько, сколько нам надо. Можно это делать, в принципе, ножницами, но если не сильно длина отросла, то можно просто пилочкой. И тут важный момент, девочки. Пилкой мы не лозим туда-сюда вот таким образом, как наверняка делают многие, и как делала я раньше тоже. Пилкой можно работать только в одном направлении. Делая вот такие вот движения туда-сюда, мы расслаиваем ноготь и истончаем его. Делаем нужную нам форму. У меня это просто овал или мягкий квадрат. После этого этапа мы будем работать с кутикулой. И чтобы ее размягчить, наносим масло на кутикулу. Вы видели, да, этот момент? Я чуть не пролила чай, боже мой. Масло может быть любым. Это не обязательно какое-то масло для кутикулы. У меня просто в удобной такой вот баночке, чтобы пипеткой наносить ровно на кутикулу. На самом деле можно использовать миндальное масло, оливковое масло, кокосовое масло. И с нанесенным маслом ногти опускаем в ванночку. Не думайте, что водой масло смоется. Нет, наоборот, под теплым воздействием воды кутикула еще лучше размягчится. И следующий этап. Это либо удаление кутикулы, либо просто отодвигание кутикулы. Добрый день, русский язык. Раньше все делали обрезной маникюр. Это когда кутикула сильно отодвигалась. И огрубевшую часть просто прямо срезали. Или щипчиками вырезали. Но, если честно, это все чревато тем, что эта кутикула быстрее будет заново нарастать. То есть она с каждым разом будет становиться все грубее и грубее. И там будет через 2-3 дня все равно появляться. Во-вторых, есть большой риск пораниться. Потому что реально нужно набить руку. Особенно, чтобы левой рукой делать это аккуратно на правой. Да и, в принципе, не обязательно заморачиваться. Если вы просто хотите более опрятную сделать ногтевую пластину, можно апельсиновой палочкой очень аккуратно отодвинуть размягченную кутикулу. На этом все. Разумеется, заусенцы и очень сухую кожу можно убрать щипчиками, если она убирается. Опять же, очень аккуратно. Также с апельсиновой палочкой, девочки, очень аккуратно работайте. Потому что, если вы сильно передавите, пережмете вот эту часть, где начинается ноготь, начинает расти ноготь, то это очень печально. Чревато волнистыми ногтями, чревато тем, что, в принципе, ногой травмируется, и он очень долго отрастает. Поэтому аккуратно, медленно, по чуть-чуть. Ну и в конце процедуры снова наносим масло для кутикулы на весь ноготок и жирный крем на руки. Ну это просто в плане ухода. И вообще, почаще наносите масло для кутикулы или любой крем, чтобы кожа не огрубевала, не успевала огрубевать, чтобы она была ухоженной, мягкой и кутикула тоже, собственно, не огрубевала. И в этой процедуре такой подпункт я сделала. Это для тех, кто до сих пор ходит с гель-лаком, и это уже просто становится невозможным. То есть гель-лак отрос уже, наверное, вот настолько. Хочется его поскорее снять, и непонятно, когда мы попадем все в салоны. Первое, что я хочу сказать, ни в коем случае никогда не отрывайте гель-лак с ногтя. Просто вот так вот, типа, ну я уберу его и поехали. Дело в том, что гель-лак, когда наносится, он попадает во все шероховатости ногти, да. Он максимально становится с ногтем вот единым целым. И если вы начинаете его отрывать, то неизвестно, что он оторвет от ногти. Как бы правильно вам объяснить? Здорово, если вы вообще останетесь с ногтем, да. Но он может зацепить просто какой-то участок ногти. Если честно, это все может закончиться очень страшно. Поэтому, девочки, подходим к делу с умом и делаем это с минимальными рисками. И давайте уже скорее перейдем к этой процедуре. Нам понадобится жидкость для снятия лака, ватный диск, жирный-жирный крем, апельсиновая палочка, пилка для ногтей и фольга. Первым делом, и это очень важно, не пропускайте этот момент, пилочкой для ногтей мы спиливаем верхний слой просто вот максимально, насколько это возможно. Это нужно для того, чтобы потом, когда мы будем наносить уже жидкость с ватным диском, чтобы жидкость могла поработать намного лучше. Потому что сложнее работать, когда у тебя вот такой вот, да, слой гейлака, и ей будет сложнее пройти через все эти слои. Затем нанесите жирный крем на область вокруг ногтя, чтобы кожа ваша не пострадала. Далее берем ватный диск и режем его на треугольнички. Именно вот такой вот маленький треугольчик мы будем смачивать жидкостью для снятия лака и наносить непосредственно на ноготь, чтобы опять же не брать большой ватный диск, и он не контактировал с кожей. Далее обворачиваем кусочком фольги ноготь и ждем минут 15. В течение 15 минут вы можете иногда массировать сам ноготь, как бы нажимая, надавливая немного на него, чтобы если вдруг ватный диск сместился, он все-таки вернулся на место, поработал, и жидкость хорошо пропитала гейлак. Ну и по истечению 15 минут мы снимаем всю эту конструкцию, и апельсиновой палочкой начинаем соскребать гейлак. Он должен сходить достаточно хорошо. Можно помогать себе пилочкой для ногтей. Ну и хорошо бы иметь бафик, которого у меня не было дома на самом деле. Бафик это такая прямоугольная штука, она менее абразивная, нежели пилочка, и она тоже подшлифовывает ноготь, чтобы он стал более гладким. У меня такого не было, поэтому я очень аккуратно подпилила ноготь пилкой, и также, конечно же, нанесла много масла, много крема, чтобы ноготь восстанавливался, и кожа вокруг него тоже восстанавливалась. Но в общем и целом это лучший вариант из тех, что есть, чтобы из подручных средств снять гейлак, не отдирая, да, и не травмируя сильно ногти. Я очень надеюсь, что у вас все получится. Последняя процедура, которую мы с вами вместе провернем дома, но здесь нужно, девочки, быть максимально аккуратными, и здесь нужно максимально ответственно подходить к этому процессу, это снятие наращенных ресниц. Именно снятие, а не выдергивание. Прошу заметить, я сама делаю наращивание ресниц раз в месяц где-то, и, конечно же, салоны закрылись, у меня ресницы уже начали отрастать. На самом деле, для своих ресниц это тоже очень тяжело, потому что ресница твоя начинает отрастать, и вот эта наращенная ресница очень сильно давит ее. Для этой процедуры нам практически ничего не надо, кроме масла. Масло подойдет миндальное, касторовое, кунжутное. Его нужно немножечко подогреть. Как это сделать? Например, у вас масло в бутылечке. Поставьте бутылечек этот в какую-нибудь емкость, большую тарелку, например, и налейте в эту тарелку кипяток. Так, чтобы бутылочка оказалась в кипятке, ну или просто в горячей воде, и немножечко нагрелась. То есть горячее масло на глаза мы не наносим, мы наносим именно теплое. Попробуйте себе вот здесь вот на тыльной стороне руки, чтобы было теплое масло, чтобы вы не обожглись. И ватной палочкой очень аккуратно мы наносим масло на ресницы. Обильно наносим масло и лежим с этим маслом 15 минут закрытыми глазами. Пока вы лежите, можно иногда массировать линию роста ресниц, как бы помогая, но не отрывая, да, ресницы, а просто немножечко массируем. Через 15 минут мы пинцетом пытаемся проверить, снимается ли ресница. Не отрывается ли, а именно снимается ли. Если вообще никак, то есть вы понимаете, начинает тянуться ваша ресница, то повторяем процедуру. Да, это долго, но что поделать? Если у нас нет никаких больше способов, лучше подождать и сделать это качественно. Лежим еще 15 минут, например, и уже у меня после второго раза начало отходить, ресницы начали именно не тянуться, а потихонечку именно сходить. Но опять же у меня это произошло не со всеми ресницами, поэтому я воспользовалась еще вторым способом. Я налила кипяток в чашку, наклонила свое лицо над этой чашкой, чтобы распарить ресницы. Тут тоже нужно быть очень аккуратными, чтобы ни носом, да, ни глазами не задеть кипяток. Я просто над этой чашей вот так вот стояла. И минут 10, наверное, я просто моргала. И я остатки, остаточные, точнее ресницы, я уже сняла пинцетом после этой процедуры. Опять же, самые стойкие ресницы у меня все-таки остались. Я не стала с ними ничего делать, я подумала, что ладно, посмотрим, может быть, просто в течение недели сами будут отходить. Конечно же, после этой процедуры нанесите масло на свои ресницы, просто с целью их укрепить. И наносите масло это каждый день, чтобы их сейчас максимально восстановить. Потому что в любом случае они поредели, в любом случае они под сильным давлением находились, им было тяжело. Вот и все мои процедуры подошли к концу. Я действительно долго думала, что еще такого мы делаем в салоне, например, да, что можно повторить, делать дома. И вот придумала только эти процедуры. Так что очень надеюсь, что была вам полезна. Обязательно отмечайте меня в сторис в инстаграме, что у вас получается, как получается. И если вам вдруг лень вообще всем этим заниматься, я предлагаю объединяться с подругами дистанционно, конечно же. И, например, договариваться на такой вот прям бьюти-вечер или бьюти-день вместе, там, либо по скайпу, либо просто переписываясь. Проводить такие процедуры, отчитываться друг перед другом, у кого как получилось. Отправляйте это видео своей подруге как твитториал, чтобы она тоже могла ознакомиться и повторить эти процедуры с вами. Ну, а я вам, как всегда, желаю здоровья в эти непростые времена. Берегите себя, ухаживайте за собой и улыбайтесь чаще, конечно же, даже находясь на карантине. Все равно улыбайтесь. Это никогда не будет лишним, как я считаю. Это гречишный чай, и Денис говорит, что он похож на мышиный какаш. Но, несмотря на то, что он это говорит, чай безумно вкусный. Если у кого-то когда-то будет возможность приобрести гречишный чай, попробовать в гостях, в кафе, в кофейне, никогда не отказывайтесь. Это будет лучшее ваше решение, мне кажется. Он как будто бы печенька, понимаете? Чай-печенька. То есть, к нему даже печенька не нужна, потому что он сам чай-печенька. Удивительно. Я вас очень сильно люблю, и до скорых встреч, до новых видео. Пока.